Ну что, всем доброе первое сентябрьское утро, да, мы учим уже на линеечку, там сегодня посетим, желаем всем, кто идет в школу, легкую учебу и крепких нервов, чтобы все обязательно получалось, потом он где-то с вами едет. Вроде бы даже не опаздываю. Слушайте, время так быстро пролетело, я уже с ней запередилась у Вани там, зашла на Озбай, забрала заказ, вчера я никуда не попала, потому что очередь чумачечья. Вот такие дневнички для начальных классов, 4 рубля и 50 копеек, но внутри, как обычно, ну тут вот, короче, будут она ему наклеечки клеить, там туда-сюда. И другу нашему пластыри зашли, купили, сказали, пластыри надо. И упаковка, пленка для ламинирования, везде каких-то дурных денег стоит. Вот я купила здесь 100 штук, 75 микрон, 27 рублей, ну более-менее. И вот такую жвачку, не знаю, пока стояла в очереди, увидела, 6,99. Все, осталось 15 минут, поеду забирать уже. Очень быстро как-то все это прошло. На линейке простояли, флаг подняли, гимн послушали. Я тут учительница наша была против цветов, значит, ну мы купили хотя бы одну розочку. И значит все, когда там директор произнесла речь, все побежали идти дарить директору цветы. А я держала, чтобы он не сломал, я взяла, держала сзади, стояла. Поворачивается, что плачет. Я говорю, чего ты плачешь? А я тоже хочу. Короче, уже все отнесли, вернулись назад. Этот схватил этот цветок, пошел, подарил кому-то, то ли заучи, то ли кому. Все, остался довольным, вернулся назад. Только чтоб ребенок был счастлив. Вот. Ну еще просил сегодня куда-то съездить, то ли в парк погулять, то ли я не знаю. Я думаю, что таких желающих будет огромное количество. И никуда сегодня будет не вбиться и не пройти. Даже не знаю, я и не завтра уже сходим, съездим. Я думаю, что сегодня и в магазинах будет черт-те что. Сегодня пятница, погода нормальная, еще и 1 сентября. Все будут ехать на дачи. Родители отмечать. Поэтому, не знаю, сейчас посмотрю, что он мне на это скажет. Может быть, завтра лучше так ездить погуляем. Решение не за мной. Уже тут организовался зал ожидания. Пойдем, а мы подождем. Мы, как всегда, мы к материку уже как на работу ходим. Не хватило, я неправильно посчитала эти уголки для полок. Мне не хватило. Пойдем докупать. Ааа, устали. Привет! Скажите, мне можно уже книжку писать. Что такое не везет и как с этим бороться. Что вы думаете? Всех цветов есть эти уголки, белых нет. Есть другие. Либо мне теперь покупать, менять все. Я посмотрела по магазинам. Возможно, есть в Миле. И, возможно, есть в Мостоке. Но специально за этими уголками я туда не поеду. Ну, это как это. Я не знаю. Я не знаю. Слушайте, мы в прошлый раз покупали. Там было столько этих пакетов лежало. Все. Ни одного. Вообще ни одного нет. А покупать теперь, менять все? Ну, я не знаю. Попробуем найти такие. Может быть, нам повезет. Может быть, нам все-таки повезет как-нибудь и мы найдем. Эта соседка мне сказала, что сейчас что-то там, ничего нельзя начинать, ничего нельзя делать. Я вообще как бы не сильно в эту тему углубляюсь, но как бы в связи с последними событиями, с этими ботинками и со всем остальным. И, конечно, я подложим. Был медовик кого-то, мы взяли обычный, простой. Был еще с черной смородиной, по-моему, и из цельнозерновой муки. Но почему-то по цене они одинаковые. Что из пшеничной, что из цельнозерновой. Интересно, почему. Видимо, не такая уж она и цельнозерновая. Сухой корм на завтрак. На акции по 4... 4 с копейками что-то там. И взяли вот такую штуку попробовать на ужин. Здесь микс бедро-голень в маринаде в каком-то. 1,411 рублей на акции. Написано, для гриля и домашней кухни. Наверное, запечем все-таки в духовке. А может быть, кинем на костер. Не знаю. Посмотрим, как настроение будет. И, конечно же, кока-колу ребеночку. Все, вроде больше ничего не покупали. Сейчас будем чуть-чуть убираться. Полезу, поищу сейчас уголки эти. А для мамы купили горшки еще. Себе ничего не купила, маме купили. Горшки для цветов. Вот такой, как у меня. У меня большой такой. 9,99. Вот такой какой-то. Не знаю, не помню. Эти подешевле уже. По-моему, 5,80. Вот этот. Вот такой. 3,95. И два таких горшочка. Они здесь уже с подливом идут. 2,90. Одна штучка. Ну и себе, как всегда, болтики любимые. И взяла вот таких двоерщиков маленьких порубленнее. Иногда надо мне вот эту штуку там для купли-машинки помыть. Ничего не влазит. Вот и все. Надо нам... Сейчас чуть-чуть разберемся. Пойду схожу в душ. И будем готовить какой-то ужин. Потому что в холодильнике опять шаром покатим. Вот. Всем хорошей учебы. Всем хорошего настроения. Нервов, сил, терпения. И всего самого лючего. Пошла выкопала чуть-чуть картошки. Слушайте, я вообще ничего не понимаю. Одна вот такая. То есть она прямо на целую водоху. Тут какая-то странная. Со всякими этими. Вот это тоже. И... А мелкую-то я вообще... Я ее выбросила, даже не стала. Там вообще какие-то вот такие вот орешки. И, кстати говоря, не помогло ничего. Вот она вся поеденная проволочниками. Некоторые прям вообще живого места на них нет. Поэтому, не знаю, надо, наверное, в другое место куда-то пересаживать. Если два редка и то поесть нечего. Тут собрала целый таз помидор. Вот это, которые были покупные. Они такие здоровенные. Не знаю, я такие не очень. Это Ваня любит. Последние уже огурцы какие-то там подсобрала. И эти мои дрова. Вот не знаю, надо что там. Может быть, их какими-то кружочками замариновать. Или на джек упустить. Ладно, решим. И распалила я мангальчик. Кинем сейчас на решетку эти бедра. Бедра голени. Да пожарим. Поужинаем. Пюрешку сделаю. Киса моя. Не отходит. Эй. Ой. Не отходит. Мурчит. Прямо невозможно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Хороший, хороший. Захар сказал, что ее звать будет от Киси-Мисси. Потому что сначала он решил, что это Анфиса. Я говорю, Анфиса у бабушки. Ну-ка, это, блин, пузатая. Ты что, беременная? Ты вагит на тене. Что мне с тобой беременной-то делать? Огород весь зарос. Вообще невозможно. Но я уже сюда вообще не хочу идти. Перцы там, смотрю, потихоньку начинают зреть. Тут уже какие-то... Чуть-чуть. Там красные перцы какие-то тоже. Хочу сказать, что странноватые. Вон они болеют. Опа. Ну, видите, добрый вечер. Не знаю, короче, с теми урожаями. Тут у меня уже огурцы. Вот такие конские. Это на выброс уже. И тут у меня где-то в зарослях. Бля, поспели острые. О, можно уже есть. Вот, там уже много. Надо собрать. Уже ничего не видно, даже кошмар. О, гляньте, какие висят. Лошади. Тут вот, бляха-муха. Так это уже... Это уже не огурцы. Это уже целый кабачок. Во. Капец. Не-не, это уже... Всё на выброс пойдёт. Тут вот. Кися-мися. Да? На выброс. Завтра буду, наверное, сливать уже бассейн, мыть. Или уже в понедельник, когда малыш свалит в школу, где заниматься. Посмотрим. Надо уже убирать, пока тепло. Чтобы потом в этой холодной воде не шлёпаться мне. Гляньте. Он ходит за мной хвостом. Хвостом. Кися-мися. Тут Ваня поставил уже подставку, потому что тяжко ему, конечно, на этих тросиках. Уже тут плантация моя спеет потихонечку. Но всё очень-очень кисло. Кисло. Разрос всё он, конечно, вообще. Я аж его обрезала было весной. Очень сильно. То есть, ну, он был обрезан. Вот обрезанные листья, да? А он, вон, насколько вырос за лето. Я не могу. Ну, что это такое? Голубика. Добрый вечер. Один куст помахал мне рукой. Не знаю, что с ним. Что к чему и почему. Покрасняли листья и резко все осыпались. Этот ещё вроде бы держится. Не знаю, если им не хватает, но тоже уже я смотрю, пошёл. То ли они подхватили болезнь какую-то, то ли, ну, в общем, ясно. Садовод из меня не очень. Земля не козыряла. Перцы вот мои. Хоть что-то у меня растёт. Вот перчики такие вот остренькие. Надо, наверное, что-то с ними придумать нам. Угу. Я ей там поставила еду. Молочка налила. Приходит некая голодная вечно. Шкребётся в дом, чтобы ей дали поесть. Спит у нас на крыльце. Там на шкафчик залазит повыше. На самую высокую точку залазит. Ладно. Не прогонять же животное. Поджарила это мясо. Ну, немножко спалила, конечно. С мамой по телефону договорилась. В общем-то, неплохо. Было здесь 6-7 штучек бёдер таких хороших и две голени. Сделала пюрешку. Он его не любит. Со своими макаронами не расстаётся. Я себе ещё морковочку сделала. Ну что, приятного аппетита! Да. С первым днём в школе! Я тебя поздравляю, сынок. Ура! Всё. Давай. За здоровье! За здоровье! Всё. Всем приятного аппетита и хорошего вечера! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!